В этом году отмечается 80 лет со дня подвига нашего земляка, уроженца Котловского района, героя Советского Союза, Ивана Павловича Дементьева. Иван Павлович родился 24 июня 1912 года в деревне Берег, это недалеко от Песчаница. Четыре класса он учился в Уткинской начальной школе, но семья была многодетная, в семье у них было восемь детей. И поэтому, несмотря на то, что Ване очень хотелось учиться, возможности продолжать обучение не было, и поэтому мальчик рано пошел работать. С 1926 года он работал масленщиком, а затем кочегаром на пароходе «Вождь», который ходил по Северной Двине. С февраля 1934 года Иван призван на срочную службу, и срочная служба проходила его на Краснознаменном Балтийском флоте. Попадает он на легендарный линкор «Марат», где до этого уже проходил срочную службу его брат Игнатий. Надо сказать, что в семье Дементьевых было пять братьев, и три сестры, и трое из братьев служили на флоте. Двое из них погибли во время Великой Отечественной войны. После «Марата» свою службу Иван Павлович продолжает на самом быстроходном на тот момент времени эскадренном миноносе «Новик», который был переименован затем в «Яков Свердлов». После службы демобилизовался, работал сначала в Ленинграде на пролетарском заводе судового машиностроения, а затем работал в Выборге. Женился у Ивана, родился сын. Когда начинается Великая Отечественная война, он перевозит свою семью в Омск, а сам уже с 1 июля 1941 года служит на тральщике на Северном флоте. В 1942 году моряков Северного флота перевели на Черноморский флот. И с августа 1942 года Иван зачислен в состав морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в обороне Новороссийска, воевал на Керченском участке фронта, освобождал Таганрог и Мариуполь. А с апреля 1943 года он автоматчик 384-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. 25 марта 1944 года перед морскими пехотинцами была поставлена очень сложная задача. Нужно было высадиться в порту города Николаев. Николаев уже 17 августа 1941 года находился в немецкой оккупации. Это крупнейший центр судостроения, который был превращен фашистами в город смерти. Там находились несколько концентрационных лагерей. Командиром отряда был назначен старший лейтенант Константин Ольшанский. Все понимали, что морские пехотинцы пойдут скорее всего только в одну сторону и с очень большой вероятностью погибнут все. Поэтому вызвались добровольцы. Добровольцев оказалось 55 человек. И в одном строю стояли русские, украинцы, азербайджанцы, белорусы, аварцы, адыгейцы. Уже под вечер 25 марта отряду придали еще 12 саперов из соседней роты. Проводником вызвался быть местный рыбак 20-летний Андрей Андреев. Он показал морским пехотинцам дорогу в город. Дорогу, которая шла по реке Южный Буг. Нужно было пройти ночью против течения. В назначенное время бойцы разместились по лодкам шоу «Мокрый снег». Все были тепло одеты. У каждого был вещмешок с патронами по десятку гранат и финские ножи. Семь лодок отошли от берега. Лодки были старыми, поэтому очень быстро стала начерпываться вода. Воду вычерпывали касками, вычерпывали шапками, ведер не хватало. А пропитанные моросящим дождем телогрейки и ватные штаны сковывали движение. За свой тыл в Николаеве гитлеровцы были спокойны. Они вообще не предполагали, что войска Красной Армии смогут каким-то образом оказаться у них в тылу. Поэтому десантники высадились спокойно на берег, выгрузили боезапас. А проводник Андреев решил остаться вместе с ними. Распределились по территории порта, установили рацию. А 26 марта в начале 8 часа Иван Дементьев полголоса произнес. Ребята, фашисты. Бойцы пехотинца подбежали к Амбразоре и увидели, что по дороге на территорию порта едут два гитлеровца в телеге, запряженной рыжей лошадью. Десантники ранили одного из них, а один убежал. И уже через 20 минут начинается ожесточенный бой. Ожесточенный бой, который продолжался почти трое суток. Гитлеровцы не знали, сколько десантников оказались у них в тылу. И только в первой половине дня, 26 марта, против 68 человек были брошены более 2000 фашистов, артиллерия, огнеметы, минометы и танки. Во время одной из коротких передышек на патронном ящике десантники написали слова клятвы. Текст клятвы передали по рации в штаб батальона. И даже находясь в смертельной агонии, бойцы не выпускали оружия. Не справившись с первых атаков с отряда морских пехотинцев, враг снимает с фронта дополнительные силы. Так немцы подобрались к зданию, стали закидывать десантников гранатами и шашками с отравляющим газом. Моряки были отравлены и не могли передвигаться. И тогда фашисты решили сжечь их живьем из огнемета. И к вечеру 27 марта у нескольких живых оставались всего лишь по 2-3 патрона и по одной гранате. Больше всех повезло Ивану Дементьеву. У него осталось 20 патронов и 4 гранаты. И именно он отправился в разведку. В разведку для того, чтобы посмотреть, не осталось ли в других зданиях на территории порта еще кого-нибудь из живых. Но оказалось так, что живых там не было. Живыми были только несколько человек, которые оборонялись в том сарае, где находился Иван Дементьев. Когда они увидели, что гитлеровцы отступили, первым решением было пойти навстречу бойцам Красной Армии. Но сил передвигаться уже не было. И с ними были тяжело ранены, которых тоже не могли оставить десантники. И поэтому они решили, что они остаются на территории порта. Они ждут, когда подойдут войска Красной Армии. И если все-таки будут фашисты, то тогда они живыми в плен сдаваться не будут. В час ночи 28 марта соединения Красной Армии пошли в наступление. Когда красноармейцы пришли на территорию порта, они увидели жуткую картину. На выжженной земле на сотни метров вокруг лежали трупы фашистов. Из развалин вышли полуживые, отравленные газом, измученные моряки. Из 68 десантников в живых остались только 12. Всех перевезли в госпиталь. Трое практически сразу умерли от ран. Отряд Константина Ольшанского свою задачу выполнил. В донесении немецкого командования читаем. Командование Николаевского гарнизона весьма обеспокоено тем, что за столь короткий срок был разгромлен целый батальон. Нам казалось непонятным, каким образом такие большие силы русских пришли на территорию порта. А эти большие силы составляли всего 68 человек. 4 апреля 1944 года Николаев, который находился в оккупации 17 августа 1941 года, был полностью освобожден. Жители города выходили из подвалов, сожженных и разрушенных домов. Навстречу бойцам Красной армии Анна Леонтьевна Рассошинская, потерявшая на войне мужа и трех своих сыновей, встречала наших воинов с красным флагом. А 4 апреля похоронили останки бойцов десантно. Именно останки, потому что от многих не осталось практически ничего. Опознать трупы было невозможно. Подвиг этих 68 десантников даже в масштабах Великой Отечественной войны был исключительным. Поэтому после изучения действия отряда Альшанского было принято решение о присвоении всем участников десанта морской пехоты высокого звания Героя Советского Союза. Иван Дементьев выжил в том бою, несмотря на то, что был тяжело ранен. А в августе 1944 года он получает еще одно тяжелое ранение уже в боях под Одессой. Скончался он в госпитале 5 сентября 1944 года. Похоронен тоже в Одессе. Память Ивана Дементьева увековечена как в нашем городе, так и в других городах нашей страны. В Омске есть улица, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Павловича Дементьева. Его имя носит одна из улиц Сальвычегодска. В Котласе имя Ивана Дементьева увековечено на стеле в парке Увечного огня. Памятник поставлен в деревне Пачаозерия. Там же открыто в Песчанской школе открыта и парта героя. Кроме того, подвиг десантников Ольшанского увековечен в самом Николаеве. На центральной площади города стоит очень большой красивый памятник. Мемориал участникам десанта Ольшанского. Была открыта малая планета, которая тоже получила название Ольшания. Есть большой десантный корабль Константина Ольшанский. Один из буксиров-платоводов, который был построен на Лиминском судостроительном заводе, носит имя Ивана Павловича Дементьева.